С вами Борис Тенцель, программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Всем, кто слегка забыл, я хочу напомнить, что мы с вами встречаемся в этот понедельник. Это практически последний понедельник весны. Впереди у нас лето. Ну, лето – это путешествие, лето – это отдых, лето – отпуска, лето – прекрасное время. И поэтому мне казалось, что одним из самых желанных людей, которые могут появиться на шоу, и кого пригласить в первую голову хотелось бы, это тех людей, которые любят путешествовать, умеют путешествовать и могут дать нам много интересных советов. Вы знаете и этого человека, и этих людей, которые сегодня в студии. Поэтому я получаю удовольствие от общения с ними. Я думаю, что и вы, когда послушаете наш разговор, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, поскольку мы сегодня с вами отправляемся в возможные летние путешествия. А в гостях у нас Анна Топоровская и Альберт Плакс. Анна Топоровская у нас, как она себя определяет, экскурсовод, радиоведущая. Я бы еще сказал, что прекрасный автор многих маршрутов, которые она имеет удовольствие сама ездить или с группами ездить, как это происходит. Альберт Плакс – это ее муж, но он же и журналист, автор многих книг и автор маршрутов. Поэтому у нас сегодня будет у вас уникальная возможность задать вопросы. Я даже постараюсь, может быть, сделать не 10 минут, как обычно я это делаю в конце передачи, а где-нибудь, может быть, минут 15-17 во второй части, когда вы сможете что-то такое самое сокровенное спросить. Ну, а пока спрашивать буду я. Анна и Альберт, здравствуйте. Здравствуйте. Какая-то, что из Антарктиды. Слушайте, а когда вы бываете дома? Анна, вы бываете дома? Значительно реже, чем в путешествии. Скажите, пожалуйста, вот путешествия, вы болели всю жизнь или в юности, как мы все в Советском Союзе, мы не выезжали далеко, и вы мечтали о чем-то, или как бы жили и были спокойны? А вот когда зуд начался, то есть когда вы выехали, впервые увидели, что есть, оказывается, еще что-то другое за пределами Баку, вы жили в Баку, да? За пределами Баку вы вдруг поняли, наверное, это интересно. Или я неправильно думаю? Вы всегда правильно думаете. О-о-о. Это я вам в бакинске отвечаю, как должна восточная женщина отвечать мужчине. Вы знаете, я должна сказать, что, наверное, все-таки каким-то образом мы прорывались за пределы. Во-первых, у нас тогда, в отличие от сегодняшних жителей, были без границ как минимум 15 государств, а тогда они назывались республики, и переезжая из республики в республику, мы уже понимали, что мы уехали далеко. Потом еще и были такие замечательные комсомольские, а потом профсоюзные возможности, когда мы выезжали в том числе и за границу. В Болгарию или вы ездили в капиталистические страны? Ну, мы тогда говорили полукапиталистическое Югославие. А, ну, это было повыше, да. И это звучало уже, да. Это вышло. Но так или иначе, это было то самое, что заражало. И уже думаю, а что там еще дальше? А когда только появились первые возможности уже дальше, тогда стало понятно, какая она большая наша планета. И очень, конечно, хотелось. Тогда у меня встречный вопрос. А вот сегодня, когда вы, мы сейчас с вами просто так ради интереса перечислим континенты или страны, которые вы были, у вас сегодня нет ощущения, что Земля наша небольшая совершенно? Нет. Несмотря на то, что континенты можно не причислять, а просто поставить точку, это все. Ну, примерно. Давайте вот хотя бы, я не знаю. Не, не, не хватит передачи, потому что 60 стран мы уже. Вы 60 стран посетили, да? С Альбертом? С Альбертом и с туристами. Или с Альбертом 63. С Альбертом и с туристами, Альберт со мной. Не, посетили очень много стран, и каждый раз, вновь приезжая, между посетили и еще и еще раз приезжали, разница в том, что ты каждый раз открываешь что-то новое. В одной и той же стране? Да, конечно. И в одном и том же городе. То есть, вы хотите сказать, что если уже человек где-то побывал, то он не должен сказать, а, там я уже был, мне там делать больше не было. Да, не, не, ни в коем случае. Надо все время вновь и вновь вот эти вот знаменитые... Я знал одного странного человека, который всю жизнь ездил только в Италию. И продолжает ездить. Отпуск, май, Италия. Отпуск, май, Италия. И так на протяжении 20 лет. Это, наверное, уже фанатизм в некотором роде, потому что, потому что есть и другие страны, и другие континенты. Не менее интересные. Да, наверное, если ты вот фанат какой-то одной страны, решил ее познать до основания, это твое хобби, или это твоя страна, ты ее выбрал. А если ты просто хочешь открыть этот большой прекрасный мир, то тогда, наверное, нет. Скажите, пожалуйста, Анна, мир можно открывать самой, с мужем, с группой и так далее. Скажите, пожалуйста, вот как вы смотрите? Вы организатор путешествия, вы экскурсовод. Вы, конечно же, ну как бы мыслите группово. В то же время я знаю, что вы и с Альбертом тоже вдвоем не прочь путешествовать, и мы поговорим об этом тоже. А вот в каком случае людям вы бы рекомендовали ехать в группе, а в каком случае самостоятельно? Посмотреть маршрут, подготовиться заранее, поехать со своими друзьями или только с семьей своей. Вот как вы думаете, в каких ситуациях это меняется? Я отвечу вам совсем с другой стороны. Есть такая замечательная наука, она называется гемология. Наука о драгоценных камнях, которая говорит, что не существует на самом деле никаких там абсолютно твой камень зодиакальный. Ты должен проверить свои камни методом просто введения какого-то маленького календаря. В понедельник надеть кольцо с изумрудом и в конце дня посмотреть, как прошел этот день. А во вторник кольцо с апфиром, а в среду с аметистом. И в зависимости от того, как сложилось месяц-год, ты понимаешь, какой камень тебе приносит больше удачи. И сколько колец у вас? Я просто хочу сказать, вы мне напомнили последнюю новость о том, что самый большой бриллиант был продан за сколько там, 6 или сколько там, миллионов. Интересно. Это была ошибка, потому что бриллиант как раз самый менее активный с точки зрения космогонической. А, то есть это не надо одевать, не надо его вообще одевать. Даже за 6 миллионов. Ну, иметь можно. Хорошо, да, продолжаем. Вот аналогично надо себя проверять на путешествия и на то, с кем и как тебе лучше. Я считаю, что это очень не только удовольствие, но и это наука и работа. И к этой работе, как любой другой, надо подготовиться с профессиональной точки зрения. То есть надо, наверное, один раз поехать вдвоем и посмотреть, насколько это путешествие улучшило взаимоотношения, насколько оно укрепило семью даже. Можно я вставлю опять маленькую вставку? Я знаю семью, которая решила со своими друзьями вчетвером, две семьи, поехать путешествовать на машине по Франции. И вот они прилетели во Францию, они взяли машину, они отъехали от Парижа буквально 100 километров. И вот один из участников вышел из машины и сказал, дальше с вами я не поеду. Вы даже не представляете, как часто это случается. А, да? Это катализатор, это пробирка путешествия, в которой происходят химические процессы между людьми значительно активнее, чем они происходят дома в повседневной жизни. Она на работе, он на работе, а потом вдруг они оказались все время вдвоем. И это уже совершенно другая форма сосуществования. И замечаешь такие вещи, которые думаешь, господи, 20 лет живем вместе, и нет, я не замечала, что вот это вот, это, или он не замечал, что она, что она задает дурацкие вопросы экскурсоводу, и ему за нее неудобно. И это надо, к этому надо относиться очень трепетно и осторожно. Я знаю очень много случаев, когда вот такие вот компании, друзья отправились в путешествие, вернулись заклятыми врагами. Но есть и другие замечательные случаи, когда люди подружились в поездке, и это оказалось на долгие годы, они продолжают путешествовать, и они понимают, что парня в горы возьми, или парня возьми девушку в путешествие. И вот там поймешь, кто такой. Самое время мне обратиться к Альберту. Самое время. Ну, Альберт, во-первых, я знаю, что вы израильтянин. Да. Скажите, пожалуйста, есть страна красивее, интереснее, чем Израиль? Ну, я, честно говоря, в своей жизни жил в четырех странах, но люблю и своей, считаю, одно единственное. Не в обиду Соединенным Штатам, это Израиль. Ну, это так, это между прочим. А теперь мы переходим к семейным традициям. Она только что сказала, что путешествие, оно открывает людей, раскрывает. Скажите, пожалуйста, вы все путешествия вместе бываете с Анной? Мы с Анной бываем практически во всех путешествиях, но есть путешествия, в которые мы ездим только вдвоем. А из каких соображений? Вы просто смотрите маршрут, или вы хотите только побыть вдвоем, или вы знаете, что это, ну, как бы сложно найти попутчиков? Из чего вы исходите? Разные варианты. Конечно, так получается из-за нашей такой вот занятости особо большинство случаев, когда мы хотим проверить маршрут, потому что мы не можем себе позволить повезти. Вот тут написано, вы автор маршрутов. Скажите, как это в голове возникает идея, кто-то что-то сказал, или вы сами мечтали еще с детства, или откуда-то пришла информация. Как появляется в голове маршрут? Маршрут. Смотрите, вдруг выяснилось, что оказывается есть круизный маршрут в Арабские Эмираты и Оман. И мы поехали вдвоем. Мы поехали вдвоем, естественно, и с точки зрения провожить маршрут. И решили, что вот это круизное путешествие нам не годится, потому что мы многого в этих странах не видим. Нам выпускают на 4 часа, побегай по этому городу, беги обратно. И тогда мы провожили уже сами. Пеший маршрут. Автомобильный, скажем, маршрут, где мы даже заезжаем в Омане туда, где уже кончается асфальт, и мы пересаживаемся на джип. Понятно. Скажите, пожалуйста. А с другой стороны вдруг выяснилось, что двух стран арабских нам не было. Ну вот я хочу все-таки продолжить немножко семейную тему. Скажите, пожалуйста, путешествие вам помогает в семейной жизни? В нашем конкретном случае я, как муж, говорю «да». Все, это все, что я хотел от вас услышать. Спасибо, Альберт Плакс. Анна, теперь скажите, пожалуйста, мы с вами сказали о том, что вот одиночку, парами и так далее, семейными, это надо проверять, и это иногда чревато. Но ведь есть еще и чреватость в группе. Когда ты входишь в автобус, садишься в это место, в котором ты должен ехать 5 дней, 10 дней, и вот эти люди уже никуда не изменятся, они уже будут с тобой, а они все время как-то себя странно ведут, или там садятся не так, или не хотят кресло отбросить, или еще что-то. А это разве не является проблемой? Это не является проблемой, но это является, конечно, результатом очень сложной работы. Потому что в случае, когда перед тобой очень разные люди, нужны, есть такая замечательная наука, психология туризма. Даже если ее нет, то все равно ей надо заниматься. И надо с опытом, понимая, что такое люди разного возраста, разных городов и стран исхода, разных, будем говорить, причуд. И так далее. Надо научиться их объединять, и надо научиться их каким-то образом отвлекать от того, что может явиться поводом к раздору. Нужны какие-то приемы. Они приходят с опытом и годом. Ну, давайте мы маленький один ваш секретный прием. Я понимаю, что у каждого, наверное, человека, работающего с людьми, есть свои секреты. Ну, например, люди приезжают в какой-то город, и вы им говорите, вот мы селимся в гостиницу, а человек говорит, нет, я с этим жить не буду, и вообще я хочу один. И вообще, как вы с ними выясняете отношения? В самом начале путешествия, до того, как случилось это, нужно обязательно подготовить людей к тому, что это не на всю жизнь, что это не приговор, что это не тюремная камера, и что надо, выходя из этой совместной комнаты утром, заранее людей подготовить к тому, что есть выход из этого положения. К сожалению, как правило, одиноких женщин много, а конфликты чаще всего случаются именно между одинокими женщинами. Как-то мужчины более терпимы друг к другу, бутылку поставил, и уже друзья до гроба. Поэтому получается, что надо женщин, чтобы заранее, если вдруг, что бывает в редчайших случаях, я знаю, что у меня нет вариантов расселить их в следующей гостинице на завтра, то надо максимально настроить их на дружелюбные отношения друг к другу. Например, подойти и сказать, знаете, она сегодня, когда мы садились в автобус, сказала, вот я с этой женщиной буду в одной комнате. Какое счастье! Какая приятная, очаровательная женщина! Конечно, даже если она этого не сказала. И вот этот комплимент уже заранее. Знаете, она мне тоже понравилась. Людей надо в самом прекрасном смысле этого слова обманывать, но именно по-доброму. Потому что есть такая, наверное, ложь во благо, которая никак не несет никакой вот этой вот дурманящей. Понятно. Тем не менее, да. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, люди, когда приходят в группу, в автобус, садятся, и вообще отправляются в путешествие, как много они знают вообще, куда они едут? Почему не выбрали этот маршрут? Они выбирают часто экскурсовода, или они часто выбирают маршрут, или они выбирают тему. Вот, например, я бы очень хотел, например, посетить Испанию. Я был много раз в Испании, но меня интересует именно история еврейской жизни в Испании. Вот как бы вот я об этом читал. А люди, которые приходят в автобус, они знают, куда они едут? Значит, если это люди такие, как вы сказали, про себя, то надо все-таки сделать домашнее задание. Надо сначала подготовиться к тому, что я хочу видеть в Испании. Должна признаться, что в большинстве случаев люди, которые приходят, мало знают. Если они уж сильно подготовлены, они путешествуют самостоятельно. Они думают, что они много знают. Они потратят на это время дома. Они потратят на это лишнее время в путешествии методом проб и ошибок. Но, безусловно, они будут свободны от моего диктата. Или диктата Альберта. Но они, может быть, и запомнят больше? Не знаю. Потому что бывает, вот встречаешься с человеком, который столько рассказывает, столько рассказывает, столько раз, что в конечном итоге, когда все заканчивается, ты практически утонул. Это тоже очень важный момент. Надо знать меру. И надо не перенасытить людей информацией, которая потом смешается в голове и будет уже полный суммор. Так вот, Альберта, я хотел спросить по поводу автора маршрута. Автора маршрута. Мы с вами начали говорить. Как вот, как начинает создаваться маршрут? Маршрут начинает... Кроме того, что вы поехали вдвоем, это мы уже с вами разобрались. Маршрут начинает создаваться с того, что мы приходим к общей мысли, что это будет интересно показать другим. Это... Но прежде всего это должно быть интересно вам. Для этого мы смотрим. А потом нужно, чтобы это было интересно другим. Это наиболее важное у нас. А дальше уже начинаем создавать этот маршрут, исходя из того, чтобы он был максимально разнообразным. Например, на мой взгляд, нельзя показать в шестидневном маршруте шесть различных национальных парков. Потому что они покажутся одинаковыми. С третьего они уже кажутся одинаковыми. Значит, надо, чтобы там были и национальные парки, и чтобы были какие-то другие природные объекты, и желательно, чтобы были музеи, и желательно, чтобы были даже промышленные предприятия. Мы теперь возим людей на единственную в Америке фабрику по производству бит для бейсбола. Да, но вот вы мне напомнили, вы сказали, в Америке возят. Мне напомнили жалобы израильских туристов. Когда я жил в Израиле, и вообще и сейчас, когда разговариваешь, они жалуются о том, что каждое путешествие в себя включает обязательно посещение еврейских кладбищ. Прага, там какие-то другие города Европы. Обязательно это еврейские кладбища, это синагоги, это еврейские, еврейские, еврейские. Это так надо? Как вы думаете? Это хорошо? Это плохо? Если это, например, тоже Марокко, где мы бываем, или та же Испания, это часть культуры этой страны. И тогда мы, да, посещаем. Естественно, равномерно распределяя и еврейскую тему обо всем. Надо отдать должное, что Аня не может обойтись без еврейской темы ни в одном путешествии. Ни в одном путешествии. Я не думаю, что это Аня не может обойтись. Господа, говори только один. Я не думаю, что это Аня не может обойтись. Я думаю, что это история всех наций, народов и стран не может обойтись без еврейской темы. Так сложилась судьба мира. А как много у вас вообще есть тем, или экскурсий, или маршрутов, связанные с еврейской темой? Или это просто одно вкрапление? Отдельно еврейских нет. И мы выходцы из той антисемитской среды, где вот так вот категорически только еврейскую, нам самим как-то неловко. А мусульманская история, например, мусульманство? Тоже не надо. То есть вы хотите сказать, что не надо быть слишком... Я хочу сказать, что надо людей мирить в любом путешествии именно вот этим сочетанием различных культур, которые всегда сосуществовали во всем мире. И показать, что даже в самых, будем грубо говорить, махровых мусульманских странах все равно есть обязательно от библейского, курановского до бытового обязательно непременного сочетания со всеми, в том числе и с евреями. Ну, к примеру, все мечети в Марокко заканчиваются на самом верху тремя шарами символов трех религий, главных религий. И, естественно, показывается... Мы видим в очередь их объединение, этих религий. Понятно. Самый большой шар – это шар иудейский. Да. Я хочу сейчас подошел к такой теме, которая сейчас многих волнует и в какой-то степени, наверное, меня тоже задевает. Сейчас стало путешествовать, многие говорят, не так безопасно. Ну, во-первых, просто это не всегда удобно. Сейчас мы переживаем период длинных очередей в американских аэропортах. Сумасшедшие очереди. Если мы посмотрим новости, в аэропортах надо 2-3 часа постоять, чтобы зарегистрироваться. Сейчас стало небезопасно в Европе после террористических актов в Париже, в Брюсселе и в других каких-то местах, готовящихся в Лондоне и так далее. То есть все это вместе взятых у людей возникает ощущение, что как бы земля… Сиди дома, не гуляй. Да, да. Вот как вы считаете? Я понимаю, что вы как человек, как вам сказать, опененный возможностью увидеть эту землю, вы будете сейчас говорить, езжай, несмотря ни на что. Но с другой стороны, есть человеческие какие-то слабости, есть страх. Да, но это все равно что спросить у врача, который лечит от наркомании, надо или не надо принимать наркотики. Да это однологично. Но нет, на самом деле, стараясь быть совершенно объективной, я говорю, что это нам кажется, что вот сейчас такое время. Были пираты, были разбойники на дорогах, были крушения поездов. То есть в истории человечества всегда опасности были и остаются и у себя дома, и на соседней улице, и во время прогулки по Бруклину, и во время прогулки по Манхэттену, и во время прогулки по Лафаэтт-скверу возле Белого дома. Наверное, все-таки, будучи немножко фаталистом, я считаю, что если тебе суждено утонуть, то ты не… Не сгоришь. Не сгоришь. Поэтому жизнь одна. И если в этой жизни сидеть и бояться, и волноваться, что тебя поджидает там или там, то тогда пройдет жизнь, и выяснится, что ты ничего не увидел. Ты не увидел одно из самых главных удовольствий жизни, и, пожалуй, то единственное, что мы уносим с собой в лучший мир. Остаются вещи, остаются те же самые бриллианты, о которых вы сказали. А вот эти впечатления, они уходят с тобой. Поэтому лишать себя этого удовольствия и страха, в этом смысле, наверное, надо учиться у израильтян. Но на всякий случай… Они не боятся ничего. Но на всякий случай большинство наших путешествий, они по Соединенным Штатам Америки. Без самолета. Я понимаю. Ну да, многие, кстати, и говорят о том, что у нас в стране столько много интересных, красивых мест. Я вспоминаю недавнее интервью с Ангелой Меркель, канцлером Германии, которая сказала, вот уйду на пенсию, кстати, у нее вполне возможно скоро она будет, уйду на пенсию и с мужем будем путешествовать по Соединенным Штатам. Я давно мечтала, и мне очень нравится. Мне кажется, это страна потрясающая для туризма. Говорят, она немножко понимает по-русски. Может, она станет моей туризмой? Да. Это все. Ну, скажите. Нет, нет, я не согласна. Не согласна. Мы, когда мои бывшие соотечественники, русскоязычная община Америки, хотят каждый раз сказать, что мы повыше классом, чем американцы в своей образованности, интеллекте и кругозоре, то один из главных постулатов это то, что они даже за пределы Америки не выезжают, у них у многих нет иностранных паспортов, я думаю, что вот это тот самый маленький кусочек, когда мои бывшие соотечественники правы. Для того, чтобы увидеть все разнообразие, все краски, да, конечно, в Америке так много всего замечательного, но и в мире не меньше. Но вы немножко, мне кажется, здесь противоречите сами себе. Я только недавно вас спросил, а есть ли смысл посещать одну и ту же страну опять и опять? И вы сказали, что да, ты открываешь что-то новое. И действительно, ты читаешь Анну Каренину в 20 лет, ты читаешь ее в 30, ты читаешь ее в 40. Это совершенно разные книги и разные восприятия себя. Поэтому в своей стране, даже в своем дворе или в своем городе можно каждый раз открывать что-то новое. Это зависит от человека. Ну, во-первых, спасибо, что вы привели Анну Каренину, а, например, не Катерину. Это сразу льстит. А во-вторых, если ты уже побывал в 60 странах, скромно говорю я, то тогда ты имеешь право говорить о том, что теперь я хочу еще раз пройтись по этой же, по этому же букету стран. Я уже был 20 лет тому назад, допустим, в том же Марокко, и я уже был 15 лет тому назад в Испании. Я хочу еще раз. Это значительно лучше, чем я хочу еще раз во Францию. Да что, ты уже был? Нет, я уже хотел. Так вот, в нашем случае, конечно, если ты уже... Но зацикливаться на чем-то одном, учитывая, что жизнь так коротка и скоротечна. Ну, здесь у нас с вами немножко разные точки зрения, но, слава Богу. У всех, у каждого человека есть свои настроения. Так вот, у меня к вам вопрос. У вас была какая-нибудь мечта что-то увидеть? Вот как помните эту крылатую фразу «увидеть Париж и умереть». И умереть. У вас было что-то такое, чтобы вы хотели, ну, вот, увидеть вот это. И насколько это сбылось, насколько оно состыковалось с тем, что вы представляете, и какая у вас сейчас мечта? Есть ли у вас сегодня какая-нибудь такая заветная точка на земле, которую бы вы хотели посетить? Значит, ну, ответ на первый вопрос, была ли у меня мечта. Мечта была собрать все континенты, то есть побывать во всех континентах. Мне это напоминает, я мечтал 15 республик проехать в Советском Союзе командировка. Я все проехал. А вы проехали уже тоже все континенты? Нет, континенты – да. Вот Антарктида – это была последняя точка в нашем географическом букете. Да. Есть ли у меня мечта сейчас без географической части этого вопроса? Да, у меня есть мечта, чтобы, например, Борис Тенцер оказался со мной не только в студии, но еще и в путешествии. Ну, об этом... И тогда мы уже будем говорить на равных. А вот что касается, куда хочу поехать, вот мы как раз в той самой, наверное, ситуации, когда мы укомплектовали для себя все самое главное на этой планете, что хотелось бы увидеть вот так вот сразу. Ах, Европа! Ах, Африка! А теперь уже пошли детали более глубокие. То есть вы уже как бы теперь, ну, как бы сказать, вначале вы наелись, поскольку вы были голодны, а теперь вы начинаете выбирать, как гурман. Да, пожалуйста. Я хочу, тем не менее, вставить свою копейку. Одна из наших мечт была пересечь всю Америку от одного океана до другого. Не пролететь над ней, а вот пересечь. Самое главное... Ну, смотрите, у кого-то у вас пересекли. Гурманинку, понимаете? В которой никто из наших людей практически не бывает. Не знает, что такое Канзар. Не знает, что такое Денвер и так далее. Да, я понимаю. Другой мир. А насколько это... Вот когда вы готовились, вы готовились вот это путешествие по Америке, насколько это, ну, как бы пересекалось с теми путешествиями, которые совершили Иль Петров, известные. Ну, Познер как бы повторил, попытался повторить. А, например, есть такое место, южная граница с Мексикой, и вообще там плавни, там очень красивые места. Я помню, что когда-то еще, читая Хемингуэя, и в 30-е годы он с друзьями поехал там с Калифорнией через всю эту южную границу и говорил всегда, это лучшее место в Америке, которое стоит у вас. Им было легче, у них было практически неограниченное время. У нашего туриста, как правило, есть неделя, ну, 8 дней. И мы должны суметь ему показать максимум за эти 8 дней. Поэтому мы не могли повторить маршрут Ильфа и Петрова, но зато мы открыли многие места, в которых Ильф и Петров так и не побывали. И тут есть еще вот один какой момент. Есть, как говорили в Одессе, две большие разницы. Есть разница между тем, когда ты исследователь, когда ты идешь и не знаешь, куда ты идешь, вот в данном случае, как Ильф и Петров, и готов к неожиданностям. А есть другой вариант, когда ты уже знаешь символы Америки, ты уже знаешь те самые сокровенные для американца места. Ведь у каждого американца от рождения до зрелого возраста есть те самые американские святыни, начиная от диснеевских парков в Орландо, включая Лас-Вегас, когда тебе уже можно зайти в казино 21 год, или там Белые дома и Капитолий, и, к примеру, дом, музей и могила Элвиса Пресли. Знаете ли вы, что это место чуть ли не второе? Секундочку. Вот вашим вопросом мы приостановим наш бег, очень интересный, насколько у нас должна быть реклама. И я хочу сказать, уважаемые телезрители, что у нас в гостях Анна Топоровская и Альберт Плакс. Анна Топоровская, экскурсовод, радиоведущая. И мы говорим о путешествиях, о предстоящем лете и что мы могли бы за это время успеть увидеть и сделать. Сейчас мы посмотрим рекламу, а затем продолжим этот интересный разговор. Международный фестиваль еврейской культуры, музыка, голос, слово, вечно живите. Посланцы Израиля, джазмен, волшебник фортепиано, Леонид Пташко с новой программой и звезда эстрады Ирина Розенфельд. Америку представляют арт-группа Хаверим, Клэсмер Джаз Бэнд, Натали Дэвидсон, Роберт Кевлин, юные таланты, Дана Гельфман, София Левит и многие другие. Ждем вас, мастер-театре. Тяжесть в ногах, боли и отеки ног – это признаки варикозной болезни. Современные методы лечения, внутривенная лазерная радиочастотная терапия и новейшая методика Клэри Вейн. Какой из них лучше? На этот вопрос вам ответят в клинике доктора Боттера. Мирап Боттер. По статистике специалистов Дэвидсон Амбуланс Ассист, русскоязычное население Америки отличается тем, что вызывает скорую помощь в последнюю минуту. Стоит ли говорить, что часто последняя минута – это слишком поздно. Заботьтесь о своем здоровье в нововремя. Запишите телефон скорой помощи Дэвидсон Ассист 1-888-710-0303. Здоровье ваше вам решать. Блистательная и неповторимая Тамара Гверцетели. Мужская еврейская капелла и большой симфонический оркестр в новом грандиозном проекте «Мамели. Мамины глаза». Песни на идиш, грузинском и классика прежних лет. Тамара Гверцетели в Нью-Йорке и Бостоне. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404. Илья Левков представляет интеллигентам, интеллектуалам и всем, кто любит читать новинки издательства «Либерти». Вы не поверите, что вы жили в такой стране. Вы не поверите, что все это вы пережили. Лев Шапира, автор книги «Перосильные меча. Борьба с советской пропагандой» поражает читателей уникальным документальным подходом. Как сионисты внедрились в журнал «Юность». За сколько лет окупался советский специалист. Как Шапира подготавливал бойкот Олимпиады-80. Натан Альтман. Да, но Максим Горький уже умер, а я еще жив. Эта книга должна читаться параллельно с пасхальной хагадой. Подарочный переплет. 100 фотографий. Цена с пересылкой в США – 25 долларов. Заказы по адресу Либерти и Фио Бакс 1058, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10-0-24 Телефон 212-213-21-26 Ваше русскоязычное американское издательство Либерти предлагает вам лучшие книги на родном языке. С вами Борис Тенцер. Мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас в гостях Анна Топоровская, экскурсовод, радиоведущая, и Альберт Плакс, журналист, автор маршрутов. Тема выбрана не случайно. Лето. Лето в следующий понедельник у нас будет праздничный, выходной день, поэтому «Контакт по понедельникам» не выйдет. Может быть, куда-то и я отправлюсь путешествовать. Ну, а затем наступит настоящее лето. Говорят, что оно будет теплое. Ну, а значит, надо выбирать какие-то такие маршруты. Ну, например, как выбрали Анна Топоровская с Альбертом Плаксом. Я хочу сказать, что индивидуально, вот мне ближе как-то индивидуальный туризм. Мне ближе, когда вот ты действительно познаешь свою семью, близко к тебе людей. Может быть, иногда это друзья. Анна, скажите, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к вашему заветному, заветному путешествию в Антарктиду, я бы все-таки хотел еще раз вернуться к вопросу, вот все-таки люди хотят быть индивидуально в путешествии. Вы могли бы дать какие-то такие советы, на что бы они прежде всего обращали внимание и как бы они начинали, вот вы тоже автор маршрутов, как бы они начинали свой маршрут разрабатывать. Вот правильно сказали Альберт, чтобы в одном маршруте не сочетались семь парков. Наверное, это... Хотя, с другой стороны, ты видишь различия. Вот парк этот большой, этот маленький. Все равно не устали и вам хочется просто поваляться на берегу, где-то в резорте, то да, вы заслужили и сделайте это. Но если вы понимаете, что вы будете передвигаться от одного до другого места, надо быть к этому физически готовым. Нужно продумать все. В этой благословенной стране можно все заранее зарезервировать, все заранее спросить. получить подробные карты передвижения и не надеяться только на навигатор, потому что навигатор показывает, как добраться, а можно получить еще и маршрут в тех же самых специальных организациях типа Три Полэй, как красиво добраться, как проехать через интересные места. Я думаю, что это небольшая сложность, но надо очень внимательно посмотреть, что есть на пути, чтобы не потратить много времени на скучную скоростную дорогу, а заэкать какие-то. То есть это маленькие городочки, они в Америке такие уютные, такие кукольные иногда, что это может доставить отдельное удовольствие. Продумать хорошо одежду, продумать еду. Очень часто оказываются люди, которые говорят, ой, там не было ни одного каширного магазина или там нет еды для диабетиков. надо подготовиться и самостоятельно, взять с собой, надо продумать свои физические возможности. Если там есть, например, территория на высоте, где-то горная, ты должен соответствующе провести свое давление. то есть надо с точки зрения возраста, индивидуальных особенностей твоего здоровья и интересов. Если вы берете своих детей, то надо обязательно продумать, а чем будут заниматься дети и продумать те самые места развлечений для детей. Очень часто люди, которые, кстати, путешествуют в группе, звонят и мудро спрашивают, а есть там развлечения, а детям в таком-то возрасте будет интересно? Потому что, конечно, самое высокое счастье – это путешествовать со своими детьми в любом возрасте. Даже если этим детям уже за 30, когда рядом твой ребенок, это счастье. Вот оно, настоящее. Сказать ему. Посмотри его, как здорово. Поэтому надо продумать, чтобы это было всем взаимно интересно, чтобы была подготовлена одежда, чтобы не сказали, ой, я даже представить себе не могла, что здесь так холодно, а я взяла только ледние. То есть все то, что делает за тебя организатор поездки, а ты хочешь быть самостоятельным, надо продумать внимательно и аккуратно, чтобы не было неприятно. Сюрпризы всегда будут все равно, и вообще любое путешествие – это приключение, без них неинтересно. Оно воспитывает силу воли, терпимость. Да. Ведь часто бывают какие-то неожиданности неприятные, и надо уметь себя взять в руки. Надо понимать, что если ты вдвоем, то именно тот, второй, кто рядом с тобой, может тебе разочароваться в этот момент. вот это надо точно понимать. Потому что на вопрос там, как ты считаешь, дорогой, мне, тебе нравятся эти сережки? Не надо говорить, что у тебя что, сережек нет? Это невозможно. Поэтому надо всегда как-то быть очень осторожным к капризам друг друга и помнить, что именно вот в таких, в такие моменты может царапина в душе остаться, и она потом долгие годы остается вот как камень за пазухой. Прекрасно, прекрасно. И надо быть осторожным. Ну и теперь мы, я обещал, что мы дадим нашим телезрителям тоже задать вопросы, но хотя бы вот несколько минут я бы хотел поговорить о самом-самом интересном путешествии, которое, кажется, для меня. Особенно, когда говорят нам лето жаркое, жара ужасная нас ожидает. Альберт, скажите, пожалуйста, Антарктида, Антарктида, это что? Это была тоже ваша мечта? Вы побывали уже на всех континентах и тоже все. Да, когда выяснилось, что мы побывали на всех, скажем так, географических континентах, то как-то захотелось в Антарктиду. Мы понимали там сложности, трудности, но вот захотелось. Вы знаете, это очень хорошо, когда человеку вдруг захотелось, и он это осуществляет, неважно, с группой, без группы индивидуально осуществляет. Иногда он потом разочаровывается в этом, но все равно он осуществляет то, Я это сделал. Я это сделал. Да, да, это очень важно. В данном конкретном случае мы это сделали и не разочаровались. И если говорить честно, я всем советую посетить... Все срочно в Антарктид. Не надо срочно, срочно туда не получится, там туда есть сложности. Надо за год, да, за год, за два надо за... Один круиз в год делается. Один круиз большого корабля в год туда идет, надо заранее. И я даже хочу сказать, что это, в общем-то, стоит каких-то денег. Ну, никаких. Никаких, да. Это стоит там. Я считаю, что самое главное в любой затрате, если ты получил полную сатисфакцию за эту затрату. Мы получили. Вы получили. У нас есть несколько фотографий, которые вы любезно представили. Конечно, они не отражают всего, что вы там пережили, но это было интересно. Вот если мы сейчас возьмем, например, первую фотографию и вторую, это у нас карты. Вот давайте мы посмотрим. Скажите, пожалуйста, вот мы видим, это как бы самый хвост Южной Америки, да? Вы летели в Буэнос-Арес. Мы летели в Буэнос-Арес. И вот когда мы вдруг оказались напротив мыса Горн... Вот там, где красная точка. Красная точка, да. Я вдруг подумал сам про себя, Боже мой, я столько в детстве читал книг. Но мы... Я жил в этом Советском Союзе и никогда даже представить себе не мог... Секундочку. Вы видели вот эту полоску между океанами? Вот прямо вот здесь написано «Тихий», а здесь написано какой-то «Атлантический». Да. И вдруг ты ощущаешь... Которые сливаются как струя раговой горой. Красная и зеленая. Мы говорили всегда, океаны – это количество воды, которые разделены континентами. Вдруг ничем не разделено это место. Понятно. Это удивительно. Хорошо. У нас следующая фотография. Это, кажется, маршрут у нас, да? Это маршрут, который вы совершили, да? Да. Вот Бенас-Ареса, вы ушли в город Ушу... Ушу... Ушай. Ушай. Это самый-самый-самый южный город в мире. На земном шае считается. Самый южный город на земном шае. Ну, и как? Там было жарко. Вы знаете, что... Я считаю... Вы в каком месяце были? Вы недавно же вы вернули. Мы были в самый разгар антарктического лета. Лето. Зимой тогда сложно. Это какой месяц? Февраль-март был? Это был февраль месяц. Понятно. Февраль месяц, 14 дней. Все это длилось. Из них... Но вы чувствовали, что вы... Вы на конце... На крае... Сижу на краешке земли. Так я же говорю, что вдруг я себя... Почел, что я столько читал про это. Я никогда в жизни не полагал, что я когда-нибудь буду там. И вдруг... Вот вы только друг друга посмотрите. На секундочку. Вы как-то мне рассказывали, что вы заказали два билета, но вообще-то вы чуть ли не один собирались. Или это... Нет. Я слышался. Нет. То есть никогда. Аня сразу так... Нет, нет, нет. Наоборот. Мы хотели пригласить еще друзей, но вдруг оказалось, что через две недели после того, как мы приобрели билеты, уже не было. И это было за год. И это было за год. Да. На корабле люди были со всех возможных и невозможных стран мира, со всех возможных и невозможных штатов Америки. Кстати, американцы были далеко не большинство. Было очень много совершенно экзотических. И все вот это вот те, которые... Не молодые люди, которые говорили, что я всю жизнь мечтал увидеть Антарктиду. Поговорить с пингвинами на близком расстоянии, узнать тайну. Ну и что, вы прямо... Вы же не подходили к пингвинам? Подходили. Ну вы же видели, наверное, с корабля. Нет. Ну что вы, там здесь остановки. Извините, извините. Вы так сразу двоем наменятся. Хорошо. Я знаю, что вы увидели Альбатроса. Вот следующая фотография. Это символ. Это Альбатрос. Настоящий. Вот сейчас нам покажут настоящий Альбатроса, если у нас фотография следующая. Да. Это было очень сложно поймать. Это мы считаем большой удар. Да, но тогда есть памятник. Вот следующая фотография, это памятник Альбатросу, да? Так вот, это памятник Альбатросу, да? Да, это памятник на мысе Горн. И это Альбатрос, он вот это просвет. То есть это вот контур Альбатроса. Ну да, да, да. И особенность этого памятника в том, что его сильный ветер ураганный несколько раз сносил, его вновь и вновь восстанавливают, а поскольку сам Альбатрос, это как раз так, ветры зимой, конечно, и поскольку сам Альбатрос, это тоже невероятно стойкая птица, то и памятник оказался, как и тот, кому его воздвигли, тоже очень стойкий, снова и снова возвращается. Да, ну вот следующая фотография, у нас как раз есть улица города, самого южного города, вот вы там выглядите так, чуть ли не в одиночестве, там люди вообще есть? Ну я фотографирую. А люди вообще есть? Есть, люди есть. Сколько там, тысяч пятьдесят живет, кажется? Нет, меньше, там, по-моему, двадцать пять или двадцать три тысячи, что-то было. Изначально там была только одна тюрьма. Небоскребов там нету, да? Нет, но есть совершенно цивилизованные магазины. Да. И даже есть товары, которые... Ну самое большое, что я помню, вы мне рассказывали и запомнил с вами, это вот следующая фотография, это закаты. Это закат или рассвет? Это закат. Это рассвет. Это рассвет. И нас предупредили, мы будем там проезжать, мыс, корни, что-то такое в семь утра, а вот в шесть утра рассвет. И вы знаете, почти весь корабль, две тысячи человек. Ну и что, он отличается от рассвета в Нижасе? Краски невероятные. Очевидно, воздух немножко другой, понимаете, другая заряженность воздуха, краски удивительные. А воздух вообще отличается, воздух? Вы чувствовали, что там дышится по-другому? Да. Серьезно? Да. Чистое. Там же чище все, там же меньше. Пить, в полном смысле этого слова. Нарезать и мазать на хлеб. Понятно. Следующий у нас, это пингвины, конечно же. Кто же еще может быть главный? Но вдалеке, там где-то чего-то. Нет, к ним можно подойти. Ну вот следующие, мы подошли, я понимаю, вот следующие фотографии, вы подошли, наверное, поближе, да, к пингвинам? Да, подошли поближе. Ну и что, они не убегают от вас? Нет. Нет? Они видят, а, это кто такой? Я не знаю, насколько ограничены, ограничена цензура эфир, но могу очень по секрету сказать. Нас никто не слышит, потому что. Ну хорошо, у пингвинов есть, это тайна пингвинов, которые только подойдя узнаешь. Они, когда человек приближается, они начинают очень громко портить воздух. А, да? Таким образом, отпугивает человека. Понятно. А вот я смотрю фотографии вас. Можно подумать, что вы не летом там самым суровым, а зимой. Такое лето. Такое у них лето. То есть у вас там не было жары? Купальники не пригодились? Нет. Из 14 дней круиза только три были теплые. Только три были теплые. Ну и последняя фотография, это айсберг. Айсберги, айсберги. Вы говорите, что были больше, чем ваш корабль, а у вас корабль был огромный, да? Огромный корабль. У меня лично создалось впечатление, что у капитана корабля была какая-то договоренность с этими айсбергами, чтобы они плыли очень близко к кораблю. Но тогда у меня вопрос, и пора уже к зрителям. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно идет потепление? Действительно? Вы почувствовали, что изменение климата? Вот давайте разделим. Да, пожалуйста. Насчет потепления не буду утверждать, потому что в разных районах значительно холоднее, чем те же 25 лет тому назад, когда мы начали заниматься туризмом и маршрутами. Но то, что изменение очевидно. Вот изменение да. Наверное, если глобальное потепление несет усиленные снегопады и похолодание, то тогда они правы. Хорошо, мы сейчас покажем телефон, по которому, уважаемые телезрители, вы можете позвонить. Это 201-461-1384. Звоните, это прямой эфир, и у нас в гостях люди, которые, красиво звучит, составляют маршруты. Я думаю, что и Анна Топоровская, и Альберт Пракс, вы те люди, которым, в общем-то, можно доверять. Вы уже столько проехали, столько знаете. Наверняка... Спасибо. Посмотрим спросить о чем-то таком. Вы, пожалуйста, с удовольствием будем отвечать, если можем. Но вы несколько раз в контексте нашего разговора сказали относительно времени летних отпусков. Да, да, да. Я думаю, что это очень наше советское. Мы привыкли к тому, что надо обязательно в отпуск летом. Это продиктовано, скорее всего, тем, что... Ну, дети, студенты. Да, каникулы. А если вы не с детьми, школьниками и не со студентами, то в этом случае, наверное, уже не обязательно планировать летом. Вы знаете, есть такой старый милый анекдот, когда раньше я любил лето. Но когда я узнал, что где-нибудь на планете всегда лето, то я стал любить деньги. Потому что если у тебя есть деньги, ты можешь туда... Понятно. Тогда мы говорим с Фирой. Фира, здравствуйте. Это что у нас? Какой город? Алло. Доброе утро. Да, здравствуйте. Я очень... А, да, да, да. Тиро Стокремен. Я очень счастлива, Боря, что сегодня я вижу Анну Топоровскую. Это старая моя... Не старая, а давнишняя моя приятельница, когда она еще была журналистом на Вашингтоне, передавала новости очень интересные. Анечка, дорогая, Вы такой интересный человек, и я слежу за всеми Вашими маршрутами. Хорошо. Фира, Фира, хотите... У Вас есть вопрос? Фира, Фира, Фира. Да. Вопрос. Вопрос есть у Вас? Да. Пожалуйста. Вопрос. Я же говорю вопрос. У меня мечта с Аней проехать по всей Америке. Хорошо. Договорились. Это уже не вопрос, а ответ. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Поезжайте по всей Америке. Скажите, пожалуйста, по всей Америке. Ну вот, Фира Суккельман такой действительно актуальный. Наверное, многие из нас, которые приехали сюда, эмигрировали сюда, мечтают увидеть Америку. Но вообще это реально сесть на машину и поехать по всей Америке? Или это человеку не осилить? Осилить. Сразу же вообще надо себе сказать, что все возможно. При сегодняшнем комфорте для туристов возможно любое. Просто я еще раз повторяю, надо чутко понимать смысл этого слова «всей». Есть дороги. В Америке 62 государственные дороги, которые от и до. Надо выбрать одну и понимать, что ты едешь по ней. Допустим, 70-е, самая серединная. В следующий раз проехать уже по 80-й или по 40-й. То есть вдоль всей страны. Или потом по 95-й. А все здесь и так вот круг сделать? Или это неинтересно? Ну вот мы теперь делаем, можно сказать, круг. Хорошо. У нас Роман, Нью-Йорк. Здравствуйте, Роман. Вы с нами в студии. Добрый день. У меня вопрос к гидам, которые... Да, да, пожалуйста. Значит, реклама на вашем телевидении гласит, что... Значит, я хочу вас сказать сразу. Мы не будем разбирать вопросы, связанные рекламой, что, чего, как. Мы говорим сегодня с людьми уникальными. Я говорю, я у меня вопрос к Ане Топоровской. Пожалуйста. Считается, что она является лучшим гидом Америки. Но скажите, что среди гидов Америки проводится какой-то конкурс, какие-то соревнования... Хорошо, все понятно, Роман, все понятно. Вопрос понятен, Аня? Да, вопрос понятен. Поскольку это сказано в моей рекламе, то, соответственно, в моей рекламе... Я самая лучшая. Я самая лучшая. В любой другой будет лучше тот, который себя рекламирует. И все это будет правдой. Понятно. Хорошо. Альберт, скажите, пожалуйста, вы хорошо пишете. Я читал ваши книги, я вот почитал ваши путешествия в Антарктиду. Скажите, у вас вообще есть задумки когда-нибудь издать, я знаю, специальные путеводители или специальные какие-то книги и путешествия? Вы знаете, это звучит смешно, но у меня есть одна задумка издать один путеводитель, не думаю, что это осуществится, книга будет называться, если она будет когда-нибудь, «В поисках туалета». Ну, это кажется, что эта туристическая тема очень интересная во всем мире. Да, 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 да. Я с вами согласен. Я не знаю, правда, насколько вы большой специалист и знаток, и знаете, что в каждом городе приходится сталкиваться с этой проблемой туристам. Нет, это не проблема. Но сталкиваться, безусловно, приходится. И вот это один из тоже секретов мастерства. А чем вы объясняете тем, что эта проблема существует? Тем, что, несмотря на все... Городские власти. Не-не-не, это, кстати, самая большая проблема у вас в Нью-Йорке. Да. Я уже неоднократно... Я знаю, я знаю. Потому что во всех других городах эта проблема значительно спокойная и доступная. Хотя в официальных документациях везде сказано, что ни одно кафе, ни один ресторан не имеет права отказать вам, если вы обращаетесь. Но на всех практически входах в эти рестораны написано только для кастомера, только для посетителей. Да, но если еще этого не будет написано, то 50 человек или 40 человек группа заходят в этот маленький ресторан, в одиночный туалет, и все пропало. Погиб ресторан, туалет и вообще вся экскурсия. Потому что на это уходит очень много времени. Конечно, Америка в этом плане очень комфортабельная страна. И это замечательно. На каждые 40-50 миль любой дороги есть рестори и круглосуточные. Это то, чем может позавидовать любая другая страна. Но, тем не менее, вот эта вот синхронность работы мочевого пузыря всей группы – это очень важный момент. Поэтому, да. Но я не только это имею в виду. Например, Япония, страна Японии, которая еще во второй половине 20-го века, с точки зрения туалетов, вошла в 21-й век. Я имею в виду, как это… Можно это воспринимать не как туалетную тему, а, скажем, как забота о человеке. Как забота о человеке и как элементы путешествий. Тогда вот у меня вопрос. Я думаю, что есть несколько вещей, которые являются показателем цивилизованности страны и наций. И одна из этих вещей – туалеты. А какую страну бы вы назвали, как одна из самых комфортабельных для человека, который туда приезжает? Япония, Америка. А вы ставите примерно равенство? Потому что я был в Японии год назад, я считаю, что это высота, которая может быть достигнута для человека. Япония великолепна с точки зрения сервиса, но неблагополучна с точки зрения еды, к которой надо годами или на генетическом уровне привыкать. И поэтому человек, который собирается в Японию, должен понимать, что надо быть осторожным. И там можно, получая удовольствие от этого сервиса потрясающего, тем не менее оказаться в проблеме еды. Вот, кстати, времени у нас катастрофически не хватает, естественно. Вот это еще одна тема, которая очень мне бы интересна, я думаю, для наших телезрителей спросить. Это, когда ты готовишься к путешествиям, очень много. Вы говорите, да, надо с собой взять людям, страдающим сахарным диабетом или еще какими-то проблемами. А если люди более-менее нормальными, они ведь тоже должны как-то готовиться. Одно дело ехать в Китай, другое дело в Африку, третье в Японии, четвертое в Америке. Или в Индии, например. Если люди не страдают болезнями, то они должны понимать, что еда – это составная часть аттракции и культуры страны. И ни в коем случае не экономитесь на ресторане с экзотической едой, на местной еде, потому что это, как и картинная галерея, как и часть природы, это впечатление. Мы вот только что были несколько дней тому назад в Новом Орлеане. Это столица, мировая столица гурманов. Это такая экзотическая еда, что ограничится там, где дешево, там, Макдональдсом или гамбургером или беточками, что привез с собой. Это преступление против себя и своего удовольствия. Окей. Итак, мы разобрали о еде, мы составили маршрут, мы даже о туалетах поговорили, мы выбираем континенты. Скажите, пожалуйста, сколько раз в году человек должен путешествовать? Столько, сколько он имеет возможность. Официально Америка не случайно дает так называемые длинные уикенды. Как-то все эти праздничные дни, их присовокупив к выходным, чтобы это дало возможность куда-то. То есть об этом думает наше правительство? Да, даже государство. Ну что ж, смотрите, в 65 лет ушли на пенсию, все. Путешествуйте, это золотой возраст для путешествий. На этой ноте мне придется с вами прощаться. Я очень признателен, признателен вам, Анна, признателен вам, Альберт. Вы заражаете, заражаете желанием видеть, путешествовать, узнавать. Очень хорошо, если мы вас зародили и зародили наших радиослушателей, то значит мы не прощаемся, а говорим другой, до свидания. До свидания, спасибо. Спасибо вам большое. И вам, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен, что в понедельник утром вы проводите вместе с контактом по понедельник, который для вас ведет Борис Тенцов. Я хочу вам только напомнить одно, что маршрутов есть масса. И возможности увидеть мир огромные. Сегодня открыл Google, открыл какие-то другие поисковые системы. Просто надо выйти из дома. И как только человек выходит из дома, он обязательно возвращается уже другим человеком. Я уверен, любое путешествие вам принесет удовольствие и радость. Путешествуйте и смотрите передачу «Контакт по понедельникам». Всего хорошего. Борис Тенцов. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...